Махарадж, у меня есть вопрос. Я читал на днях о том, что Господь Чайтанья был первым, кто дал знание о Мадхури Алиле. И мой вопрос следующий. Понимаю тенденцию человека ложно интерпретировать, определенные игры Господа Кришны. Почему эта информация, это знание было дано миру массам? Я не понимаю, что он спрашивает. Нам говорят, что Господь Чайтанья Дев пришел с этим знанием о том, что Кришна лила высочайшая. Мадхури Джалила, да. Он спрашивает, почему в такую падшую эпоху, почему Господь Чайтанья дал эту высочайшую реализацию в ту эпоху, когда люди, в большинстве своем, скорее всего, ложно интерпретируют это явление, посчитав его чем-то низшим. Когда окружающая среда высшей степени неблагоприятна, в это время он принес высочайшую перспективу. Это вопрос, да. Кали-юга — это худший период времени. И в это время он пришел с лучшим явлением. Таков Ваш вопрос, да. Да, Махарадж. Почему лучшее явление было дано в худшую эпоху? Таков вопрос, да? Да, Махарадж. Лучшее явление пришло, было дано в худшее время, Кали-югу, когда окружающая среда самая скверная, худшая. В это время лучшее явление пришло в мир и стало распространяться. Вы об этом говорите? Да. И также эта специфическая лила у людей есть склонность ложно ее интерпретировать. Ложно интерпретировать не только в эту эпоху, в любые эпохи. В Соте-югу также, в Золотой век также. Возможность сложной интерпретации этой лилы существует. И она даже более велика. Вы не способны это понять? Разве нет? Скверное явление можно легко осудить, но хорошее, в кавычках, сатва-гуму. Невозможно отвергнуть, осудить столь легко. Люди, которые понимают самую суть вещей, подобные люди не хотят рождаться в Соте-югу, Золотой век, но стремятся, мечтают родиться в эту Кали-югу, в Железный век. Поскольку в этот Железный век присутствует самое беспомощное состояние, и высочайшее явление дается Богом ради помощи человечеству. Когда в стране голод, то власти кормят людей, кормят население. Когда наша нужда достигает Денита, то власть, высшая инстанция, дает нам лучшее. Таков принцип, стоящий за этим явлением. Самую оскверненную эпоху дается величайший дар с тем, чтобы спасти нас. Такова природа. Когда мы достигаем низшей точки, то начинается наше движение ввысь, вверх. Он выбирает, избирает свои пути. Все иные явления в большей или меньшей степени осквернены. осквернены окружающей средой. Махарадж, на его вопрос не был дан ответ. когда любящий отец видит, что его сын, любимый сын, находится в величайшей нужде, тогда, движимый величайшей любовью, максимальной любовью, он приходит к сыну на помощь. это не есть нечто неестественное. Это демонстрирует симпатию, любовь, центра, имеется в виду абсолютный центр, Господь. в худший период хранитель приходит, движимый высочайшей, величайшей любовью. вы не способны понять? Да, Махарадж, я понимаю. потому что нет духа мстительности, мщения. Есть любовь, нежность. Центр любящий, нежен. Он наказывает нас с неохотой, но он любящий, нежен к нам. И когда нужда достигает максимума, тогда он приходит. Возможен такой пример. В государстве тому, кто должен быть наказан, может прийти на помощь милость царя, амнистия. Даже если по мнению государственного правосудия такой человек должен быть наказан. в момент величайшей нужды приходит, является милость, милосердие. Нечто в этом роде. Любящий центр наше взаимоотношение, это взаимоотношение любви, отношение с ним. Он не мстителен к нам, он не стремится нас наказать или отомстить милосердие. Махапрабху приходит каждый раз. Всегда речь идёт о временных циклах. Кали-юга наступает вновь и вновь. И в определённую Кали-югу Махапрабху приходит с этим высочайшим даром. Не в обычную Кали-югу. Кали-юги чередуются, но в 28-го Кали-югу, Железный век, номер 28, в один день Брама, в одну Кальпу, он приходит с этим высочайшим даром. А каким был твой вопрос? Мой вопрос, Гуру Махарадж, был таким. Как увеличить, усилить искреннее желание, горячее желание, увеличить искренность? Свет можно усилить с помощью света. Свет или другое явление, любое другое. И свет в сердце можно сделать более интенсивным с помощью света другого сердца. Любовь, знание, нежность. Всё необходимое будет передаваться из одного сердца в другое. из одного места в другое, из одной кладовой, сокровищницы в другую кладовую с целью помочь росту. Трансформация, передача энергии, силы. Это самое фундаментальное измерение, которое ничто не может породить. Мы должны это понять. Ничто не может породить эту самую фундаментальную, глубинную субстанцию. Только она может породить себя. И там, где мы находим это явление, мы должны обратиться в эту кладовую, в эту сокровищницу. И это кладовая, неисчерпаемая. Вечное пополнение этих запасов со стороны центрального правительства, так сказать, образно говоря. Есть какая-то муниципальная кладовая, какие-то муниципальные запасы, но за этими запасами стоят запасы федерального правительства и затем центрального правительства. И происходит передача из одного запасника в другой. Передача одного явления. Бхакти способна усилить, взрастить. Бхакти — никакое иное явление. И где эту бхакти можно найти? И источник саду, святой такого рода, такой природы. С помощью преданных мы можем увеличить, взрастить, усилить нашу преданность. И как она может быть передана из одной кладовой, запасника в другой, с помощью служения, через служение? Благодаря советам этого саду, благодаря служению, возможно, передача из одного места в другое. Искренность разве невозможно увеличить благодаря молитве или личным усилиям? Да, молитве. Благодаря молитве также. Благодаря молитве безграничным множеством способов можно обрести это явление. Самый эффективный способ и самый живой метод есть общение с саду. И саду также должен быть высокого типа, высокого уровня и реально подлинным. Молитва и все иные формы преданности, служения помогут нам увеличить нашу мощь, нашу силу общения с саду. Ибо в нем присутствует жизнь, сила, мощь. Неформальная лишь молитва, пустая молитва. Молитва и все иные явления могут быть пустыми, формальными, безжизненными. Но живое явление, жизнь, самая сила внутри можно подчеркнуть из подлинной молитвы силу, силу, позволяющую делать то или иное. Самая жизненная сила, суть, коинтэссенция может быть подчеркнута из подлинного источника. Саду-санга. Саду и шастра — священное писание. Их источником также являются саду. Но они не настолько сильны, однако живые писания — это саду преданные. Помощь такого саду будет лучший. Это источник жизненной силы, с помощью которой, благодаря которой мы будем совершать все виды служения. Есть разные виды преданного служения, они есть. есть. Есть ли какие-то вопросы? Нет вопросов. Уже десять. Да, десять часов. Один, возможно, последний вопрос. Еще один вопрос. Вопрос тот же самый, но бхаджан, который мы совершаем в обществе преданных здесь, это хороший способ развить, усилить преданность. Общество также рекомендуется определенное, специфическое. Этот саду, с которым мы общаемся, должен стоять выше меня, он должен принадлежать к моей линии, и он должен благоприятно ко мне относиться, благосклонно. Он должен принадлежать к той же линии. Внутреннего чаяния, стремления, имеется в виду это. И снегдха, он должен быть любящ, добр ко мне. Не быть сдержанным, замкнутым. И также он должен быть выше, выше меня, превосходить меня. Общество подобного саду усилит, увеличит, будет способствовать моему росту и моему пробуждению. Пробуждению. Я завершаю на этом собрание.